На митинги и употребление своих политических взглядов протягивают люди, как с государственными флагами, так и с бело-червоно-белыми. При этом в некоторых городах разговор сейчас идет о своесобливом феномене. Удельники мирных акций, протестов и митингов и употребления действующих ул. стояли побач. Люди, которые мать сопротивляли меркование, и шли колонной один за одним и даже обмерковывали политические вопросы, открыто и выказывая свое особенное видение. У первого большинства случаев конструктивно, мирно. Хоть и не без эмоций. Про то, и как это было в Гомеле, репортаж нашего корреспондента Александра Гамоли. 13 годин дня, когда костел на роджение Божьей Мати был призначен в сбору всех, кто выказывает незгоду. А те, кто за захование краины, пришли ранее и опередили оппонентов. Руки прочь от Белоруссии! Колонны людей с червоно-зелеными стягами и бело-червоно-белой символикой выстрелились по обо дво боки улицы Советской. Такого ясшей не было, обо два лагеря объеднали всего одиную пляцовку, а лишь выказывают родные думки. Мы хотим жить в стране, где люди могут высказывать честно свое мнение. Вы к нам приехали в гости? Нет, мы вот живем тут. Вы сейчас вот как, за кого? Вообще я вот это сейчас поддерживаю, хотя я сголосовала не за Лукашенко. Но вот эти протестные акции бело-красно-белых, в душе даже не приемлюсь, это ведет к краху. Что это за молодежь? Я знаю, в 94-й год, как мы все хлеб этот покупали, ходили по талонам, а эти, которые поподрастали, и матери с отцами принесут кусок хлеба, бегали по дворам, а сейчас они пошли в Литву, в Латвию и везде, и оттуда вы командовали, как нам жить. За мир, за Беларусь, живи, батька! У таким тесным суседствия протестующая и митингующая знаходиться долго не смогли, и черода людей покрочила по тротуары. Нету слов, слезы на глаза и все от этого беспредела, что творят это вообще. За Беларусь! За Беларусь! А ты, кто за президента, не отставали. Раз пора за обо двух боков учали лозунги «За Беларусь». Невеликий припынок, каля магазина универмах Гомель, и ушлях до площади поустанья, каб вернуться назад. Почалось ахаджение по крузе. За Батьку! За Батьку! За Батьку! Мы один народ! Мы один народ! Требуем разойтись. Повторяю, уважаемые граждане, своими действиями для нарушающих действий законной республики Беларусь. От богатого меркования у сирот людей и у СМИ, у некоторых голова кругом. Видово, что есть и те, кто уже не знают облитая прозвища одного из экскандидатов у президента Беларуси с замежной политической фигурой. Простой вопрос. Тут митинг за президента и митинг оппозиции, людей, которые по сердцу выходят. Вы за кого вообще? Что вы думаете по этому поводу? Ну, я вам скажу проще. Если госдолг растет из года в год, сами видите, куда движется экономика. Какие комментарии? Вы бы где были в этот момент? Вы определились? В плане. Ну, вот, политически вы определились? Ну, вы же видите, куда все идет. Нет, я-то вижу, а вы? Аналогично. А за кого вы? В плане, по сути, за перемены, в любом смысле. Чтобы экономика двигалась. Бояться нам надо только раскола. А выступления людей бояться не нужно, потому что это наши граждане, часть общества, и они имеют право быть услышанными. Но услышанными надо быть, я еще раз говорю, в рамках законодательства, а не бессанкционированно, стихийно все это проводить. Я уверен, что руководство нашей страны увидело настроение людей, оно примет меры для того, чтобы эти настроения и те предложения, которые люди представят, чтобы они их удовлетворили. В той или иной степени, в зависимости от того, как это будет нужно стране или нет. Только вместе, ни в коем разе не разделяться. Иначе не будет у нас страны. Представники обо двух лагерах постояли на преступках универмага Гомель, каля 20-ти хвилин. Не молчали, заводили дискуссии. И снова дорогу. На этот раз до площади Ленина. По шляху до мирных демонстрантов долучилось шмат людей. На разных интернет-ресурсах потом писали о провокациях пенсионеров. Однако и сами протестующие не супрадь были повесить ярлыки. К этой женщиной шла особняком у колонии людей с червоно-бело-червоной символикой. И когда стала давать интервью, за ее спиной на очах сменились фарбы на толпу. Почему вы здесь сейчас? Я вижу и знаю, сколько сделал наш действующий президент Лукашенко для своей страны. За 26 лет построено много стадионов, много школ, много больниц. Медицина стала передовой. Я работаю в школе. Мы с учителями, практически все учителя, может за исключением нескольких процентов, за своего президента, за действующего президента. Мне очень неприятно, что многие деятели культуры, допустим, актеры Купаловского театра, вышли против, забастовали. Я сказала бы так, идите прочь. На ваше место придут молодые, новые студенты, талантливые. Они будут играть в новом, красивом здании Купаловского театра на белорусском языке. Им никто никогда не мешал. А Купаловцы пускай уходят, если они не согласны с чем-то. Тих, кто за и супрот, разошлись по разных пляцовках областного центра. Одни разместились на приступках Гомельского областного драматичного театра, другие вышли до братской могилы советских воинов для монумента «Вечный огонь». Александр Гамоля, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель».